Все люди возникли в Китае из аптекарских лавок. Зубы. Там были уже какие-то раскопки местных аборигенов. Очень хотелось, чтобы это были предки китайцев. У монголоидов лицо уплощенное, и у синантропов лицо уплощенное. Оно вогнутое вообще внутрь. Ну, скорее всего, просто очень действительно страшные эпатикантропы. Вся синантроповская коллекция была утеряна. Получается, что и вот эта китайская история, она без начала и без конца. Люди в Китае возникли как-то вот вдруг. Здравствуйте. С вами программа «Человек разумный» и ее ведущий Дробышевский. Может быть, немножечко разумный. И сегодня речь пойдет о синантропах и особенностях китайской антропологии. Нет ни малейших сомнений, что огромнейшее количество ценнейших палеоантропологических находок обнаруживалось еще с каких-то династических времен. Но в Китае есть народная медицина. И народная медицина подразумевает приготовление всяких целебных снадобий из зубов дракона. А поскольку окаменелости там немеряны, то с древнейших времен китайские лекари находили там и сям эти самые зубы дракона. Ну, что могло быть костями там динозавров, ископаемых там птиц, млекопитающих, синантропов, там кого угодно. И все это толкли в ступочки в порошок. И лечили. Ну, естественно, им всегда не хватало потенции и богатства. Да, вот главная сложность в жизни. И вот прямо страшно делается, когда подумаешь, сколько бесценных палеоантропологических, вообще палеонтологических материалов они в этой ступке перетолкли. Не делайте так, это не помогает ни отчего. И некоторые палеоантропологи, катавшиеся по уже Китаю 20 века, начале 20 века, заходили в эти самые аптекарские лавки. И среди вот этого мусора находили довольно ценные образцы. Ну, в частности, зубы гиганта Питека так были найдены. Первые как раз вот спасенные от истолчения в порошок. Ну, кстати, поэтому неизвестно где, собственно, добытые. Потому что, естественно, лекари там не рассказывали, что где они их нашли, они скрывали. Ну, в каких-то пещерах, где-то они там их выкапывали. И есть вот первые коллекции, они, собственно, непонятны. То есть из аптекарских лавок зубы. Какая пещера, даже какая провинция Китая, никто не в курсе. Но среди вот этих вот первых находок, ну, в том числе, собственно, зубов гиганта Питеков, были, что характерны, и человеческие останки. Правда, не все из них были распознаны сразу, некоторые сильно позже. Но, в числе прочего, геологи узнали, что недалеко от Пекина есть такой холм дракона. Ну, потому что там находят драконовые зубы, ну, и вообще кости драконов. Ну, собственно, толкут их в порошок, как уже описано. И вот они отправились на тот самый драконовый холм. А это холм Джоу Куу Дянь. Первыми там оказались геологи. Ну, в том числе был такой Блэк. Геолог, который приехал, покопался, там были уже какие-то раскопки от местных аборигенов, которые там какие-то кости добывали, выколупывали. Ну, и там какие-то стеночки были заровнены. Он все это дело посмотрел, увидел, что да, есть ископаемая каменевшая фауна. И в том числе нашел пару зубов людей неожиданно. Он привез это дело в Европу и тут же, конечно, описал древний вид человека. Синантропус пикиненсис. К этому моменту, на самом деле, древние люди были уже известны. Уже были известны неандертальцы середины XIX века. С самого конца XIX пятикантропус эректус, человек прямоходящий. С самого начала уже XX века хомо гидлибергенсис, человек гидлибергский. Там, на удивление, его к роду хомо отнесли, хотя потом предлагали тоже свои роды отнести. Ну, и где-то в это же примерно время уже в 20-е годы был найден, в 24-25-м описан первый австралопитек, австралопитекус африканус, ну, а потом стали там другие подъезжать. И родезийский человек, так называемый, кроманьонц, само собой, современные люди, очевидно. Вот, и тут оказывается, что в Китае тоже есть древние люди. Ну, и первые там пару зубов, как бы, бог с ними, в принципе, ну, просто факт, как бы, да, что и здесь тоже точка. Но потом там развернулись раскопки. И уже самый конец 20-х годов, там, 29-й год и самое начало 30-х годов, это вот такой пик раскопок в Желку-Удяне. Вначале там вот блэк копал, а потом понаехали, и, в частности, понаехал Франц Виденрих. Это, наверное, главный деятель, который поучаствовал в раскопках Желку-Удяне. От Китая там был свой товарищ Пэйвэньчжун. Что характерно, он проходил практику в Советском Союзе, потому что мы с Китаем дружили до праведа времени. И он у нас в Москве в Институте антропологии учился, стажировался. И Яков Яковлевич Рогинский его, в частности, учил. Ну, после чего, правда, уже после войны Пэйвэньчжун уехал обратно в Китай. И там случилась очень культурная революция, в жерле которой, собственно, Пэйвэньчжун растворился. И сейчас с радаров, и никто не знает, что с ним, куда он делся. То есть это тайно покрыто мраком. Но это было сильно позже. А вот в самом конце 20-х, 30-х годов он работал по полной программе. Но главным был Франц Веденрейх, который, на самом деле, был исходно немец, но, на удивление, не поддержал нацистскую Германию, которая в этот момент становилась как раз стремительно нацистской. Ну, еще в 20-х там не особо, чем дальше, тем больше. И в последующем, уже когда началась такая конкретная прям война-война, Веденрейх уехал в Америку. И там уже издавал все работы. То есть первые статьи и книжки про синантропов он издавал в самом Китае. И как раз вот это самые трудозаступные издания, потому что их там не добыть. А потом в Америке там уже все нормально, там оцифровано, и бумажное можно найти. То есть там с этим все хорошо. Ну и, собственно, сами находки оказались в нескольких пещерах, на самом деле. Там не одно место. Но одна из пещер самая большая, так называемая нижняя пещера. Там есть нижняя пещера, верхняя пещера, еще там несколько локальных. Ну вот, пещера, понимаете, немножко как бы не совсем такое, может быть, как все представляют. Потому что обычно представляют какой-то вот прямо грот, пещеру. А тут-то это разрушенная пещера. То есть когда-то, когда тут жили синантропы, она была вполне себе классической. Но в последующем, уже во время существования синантропов, она потихонечку заполнялась отложениями. В конце концов, стала крайне неудобной для жизни. Потом свод обрушился на самом деле. И до современности это пришло как вершина холма, где вода размывала края, и уже вот в этих трещинах что-то там вот такое находили и копали. А Веденрихса, товарищи, ну и там все прочие вот эти палеонтологи и антропологи стали проводить открытые раскопки. То есть они просто шли сверху и снимали слоями. Правда, это еще с стародавние времена. Методики нормальных раскопок не было, поэтому они раскапывали большими площадями. И квадраты у них были 10 на 10 метров. Или что-то типа того, или 5 на 5 метров, ну по-моему, даже 10 на 10. То есть когда смотришь на фотографии, там страшно делаются такие вот квадраты. И подробно они не фиксировали, что вот эта штучка лежит здесь, это лежит здесь. То есть это там с квадрата такого-то. Ну они до сих пор так обозначаются, эти находки. Там локус какой-нибудь там L3, там D5, там шахматные немножко обозначения, как бы буковки и циферки. И вот там такие огромные-огромные квадраты. Это печально, потому что теперь мы никогда уже не узнаем, как оно все там находилось. И некоторые детали, к сожалению, утеряны. Ну тем более, что это довольно плотная такая земля, на самом деле. Ну все-таки это пещерное отложение, там куча каменюк. И копалось это все мотыгами. Ну это такая специфика китайской археологии. Ну вот когда люди, земледельцы, они привыкли махать мотыгой. Ну собственно вот они так и махали. Ну и как можете догадаться, когда мотыгой с размаху кто-то садят по каменюкам, и если там под эту мотыгу подвернется череп синантропа, то получается два черепа синантропа тут же сразу, а то и больше. И так вот немножко фрагментарных их и нашли. Но все-таки палеонтологи тоже следили. И как только шли кости, там чуть более тщательно все-таки это делалось. И пошла жара, вот эти слои стали сниматься. И в итоге все это превратилось в глубочайшую шахту. То есть тысячи лет эти отложения накапливались. И за несколько лет они были распаханы почти до самого низа. Ну практически до скального основания. Правда, к великому счастью, с самого начала были оставлены участки по бокам у стенок, нетронутые. И уже после войны, что приятно, уже с более качественной методикой, эти участки были немножечко докопаны. И там были найдены новые находки и сделаны новые открытия, которые дополнили то, что было до войны. И там уже немножко качественнее. А что-то до сих пор не раскопанное. И китайцы это старательно берегут и правильно делают. Потому что там что-то еще по-любому лежит. Но это вот наш шанс еще хоть что-то узнать. Потому что большей части вынесли, конечно, со страшной силой. Но по итогу, как теперь мы понимаем, самые древние отложения в Джо Кудене датируются временем больше 700-700 тысяч лет назад. А самые молодые порядка 250 тысяч лет назад. То есть от самых древних отложений, где 700 тысяч, до самых поздних, где 200 там с небольшим. Там даже 235 есть. Промежуток времени больше, чем от самых поздних отложений до современности. Что чудесное. И что всегда хорошо бы держать в голове. А многие почему-то не держат. Даже крутые антропологи, которые все эти находки синантропов объединяют в одну кучу. Что это все как бы синантропы. А на самом деле самые древние синантропы от самых поздних отличаются больше, чем самые поздние от нас. Но все вместе, и самые древние, и самые молодые, отличались от других известных тогда древних людей. Ну, потому что, как я уже сказал, уже были известные пятикантропы, уже были известные неандертальцы. И пятикантропы яванские, ну и первые стринили, и как раз там другие находки стали появляться. Там Сангеран второй, четвертый, там третий более фрагментарный, неважно. Вот, эти пятикантропы яванские оказались гораздо более архаичные. То есть, они примитивнее. Ну, и мы теперь знаем, что они просто банально древнее в большинстве своем. То есть, многие яванские Сангераны пятикантропы, они там под миллион лет, а то и больше. Ну, там 800 тысяч уж точно есть. А синантропы все-таки помоложе. А неандертальцы сильно моложе. Вот, гильдеберский череп уже как бы, ну, гильдеберский человек уже был известен, но в виде нижней челюсти. Его сравнивать как бы трудно все-таки с черепом, хотя челюсти синантропов тоже были. А черепушки гильдебергенцев, в принципе, даже появлялись там одно с другой. Там Штенгейми как раз примерно в то время нашли. Но все-таки в среднем их попозже нашли, таких красивых. И поэтому с ними не особо можно было сравнить, а с неандертальцами можно. И получается, что вот эти самые синантропы были все-таки чуть больше похожи на яванских пятикантропов, но все-таки промежуточные между ними и неандертальцами. И поэтому был сделан вывод, что да, это промежуточное звено. Что вот они как бы тоже вроде бы хомоэректусы, как уже в то время часто называли пятикантропов. Ну, хотя бы был термин пятикантропус эректус, да. Ну, поэтому тут же возник вариант пятикантропус синенсис, пятикантропус пикининсис и еще там куча всяких названий. Там официаналис. Но это уже такие игры разума. А главное, чтобы понять, что это как бы архантропы в широком смысле, но продвинутая форма. Ну, естественно, тут же возникла идея, что эти самые синантропы каким-то особым образом родственны современным китайцам. Потому что в то время, ну, абсолютно датировок толком не было, было много всяких измышлений на тему того, как вот эти всякие разные древние люди увязываются с разными современными людьми. И было две генеральные как бы версии. Полицентризм и моноцентризм. Полицентризм предполагал, что разные древние люди дали разные расы современных людей. Ну, собственно, синантропы были хорошим как бы кандидатом на роль предков монголоидов. Ну, логично. Вот как бы Пекин, вот, пожалуйста, окраина фактически Пекина, синантропы. И тут же стали находить сходства. Ну, если искать, их всегда можно найти. Например, верхняя часть черепа, там лицо очень разрушенное у синантропов, там фрагменты только известны. Но верхняя часть вполне себе на черепной коробке видна. Она довольно-таки уплощена. И это было сделано. Вывод, что вот у монголоидов лицо уплощенное, и у синантропов лицо уплощенное. Ну, тогда еще было невдомек, что у всех древних людей лицо в значительной степени уплощенное на самом-то деле. А если взять каких-нибудь там астралопитеков, если взять еще и парантропов, там оно не то же уплощенное, оно в угнутое вообще внутрь. Но тогда австралопитеки еще были толком неизвестны. Их там только первые находки делали. И там первый-то череп детский вообще был. Более позднее тоже было не так много этих находок. Поэтому это оказалось хороший аргумент. И более того, это потом воплотилось в реконструкциях лица, особенно которые делали китайские антропологи, где эти самые синантропы оказались прямо такие хорошо монголоидные. Даже с пикантусом. Хотя там, конечно, и пикантус по этим черепам вообще никак не установим. Но очень хотелось, чтобы это были предки китайцев. Ну и другой признак тоже такой яркий. Это лопатообразные резцы. Передние зубы резцы на задней стороне иногда могут иметь ямочку. И по бокам такие гребешечки, валики. Это называется лопатообразные резцы. Или лопатовидные, что-то же самое. Ну, с такой прямо ямочкой. У европеоидов обычно там ничего нету. Просто ровная поверхность, гладкая. А у монголоидов может быть эта ямочка. И, собственно, это условно монголоидный признак. Хотя он, строго говоря, не монголоидный. У австралийских аборигенов тоже такое бывает. И, кстати, в Африке, на удивление, такое бывает. Так что к монголоидности такое немножко косвенное отношение имеет. Но у монголоидов действительно процент большой. В некоторых группах там чуть ли не 100% этой самой лопатообразности. И у синантропов хорошо лопатообразные резцы. Более того, находки-то были не только в Джоу Куэдяне, а в других местах. И другие находки эректусов, вот этих самых архантропов в Китае, тоже имели лопатообразные резцы. Ну и тут же, естественно, был сделан вывод, что да, монголоидный признак красота. Тем более адонтология как раз в это время становилась, формировалась как бы красота. Но, правда, потом-то выяснилось, что лопатообразные резцы еще и, например, у неандертельцев европейских. И, в принципе, уже тогда это было известно. Так что, как уже из всего этого изложения понятно, признаки немножко как бы подгонялись. А вторая концепция, вот это первая была полицентризм, а вторая концепция моноцентризм. Моноцентристы предполагали, что центр возникновения современного человека был один. И разделение на современные расы произошло весьма-таки поздно. И вот к этим древним персонажам, типа там синантропов, неандертальцев, скорее всего, либо вообще не имеет отношения, либо очень косвенное отношение. То есть, что вот эти вот какие-то боковые ветки эволюционные, они там как-то возникали и оказывались фигней какой-то, и тупиком вымирали. Ну вот, а современные люди возникли где-то в одном месте, а потом распространились по всей планете, вытеснили остальных и стали, собственно, разными современными людьми. Две эти концепции бодались между собой весь оставшийся еще 20-й век. И до сих пор продолжают, кстати говоря, бодаться. Но другое дело, что с некоторых пор в этот спор очень въехали генетики, ну прямо-таки грязными лаптями натоптали, и, как им кажется, все расставили на свои места. Ну и, в принципе, так оно и есть, если честно. Потому что генетика показала, что все современные люди имеют очень недавнего общего предка. Ну где-то там от силы 100 тысяч лет назад, скорее всего, гораздо меньше. И эсенандры бы таким образом оказываются тут вообще не при делах. Поскольку идеи вот эти полицентрические были первые и наиболее ярко обоснованные, и Ведерейх в это очень хорошо вложился, на самом деле, потому что он-то был таким полицентристом ярко выраженным, то в Китае эта идея очень хорошо зашла и очень упала на продуктивную плодотворную почву. Китайцам очень понравилась мысль, что Китай – это центр мироздания, что вот у нас есть синантропы, вот, пожалуйста, лежат в земле, у них признаки монголоидные, древность какая-то совершенно сумасшедшая. Значит, все люди возникли в Китае, конкретно в Пекине, и оттуда только стали уже расползаться в разные стороны. Ну, а если при этом проигнорировать находки там в Африке, в Европе, еще там где-нибудь, да, то, как бы, вообще становится все прекрасно. Ну, тем более, что после синантропов еще другие находки стали подъезжать, из Китая в том числе. Некоторые еще и древнее даже, чем, собственно, синантропы Джоу Кудяне. Ну, тот же Гунван Лин, например, сейчас иногда датируется там миллион шестьсот тысяч лет. Ну, может быть, это перебор, миллион шестьсот, все-таки там, скорее всего, поменьше, но больше миллиона прямо наверняка. И там есть и более молодые, и там всякие разные. И в Китае действительно вырисовывается более-менее последовательность. От очень архаичных, вот как в Гунван Лин, например, да, там прямо такой очень низкий лоб, там огромные надброви, маленькие мозги совсем, до вот каких-то чуть более продвинутых, еще более продвинутых. Уже внутри самого Джоу Кудяне есть прогресс. Ну, и дальше вроде там что-то вырисовывается. Но есть в этом некоторая, как бы, проблема. Потому что древние полутора миллионов лет достоверных людей ни в Китае, ни вообще в Азии нету, честно говоря. Ну, там миллион шестьсот, в принципе, и надо дают, но даже если миллион шестьсот взять, да, древнее это нету ничего. Хотя давали там и два миллиона, и три миллиона, но это для орудий, и там такие были датировки, что верить им, там особо никто не верит. Ну, вот, так что получается, что люди в Китае возникли как-то вот вдруг. А предшественники, они вообще-то все как-то в Африке сидят. Какое-то время все-таки еще были надежды, что вот эти китайские гиганты-питеки, это предки, и вот Кёнигсвальд, вон, фон Кёнигсвальд, он вот читал, что гиганты-питеки предки, и даже развел такую гигантоидную гипотезу, потому что он еще и мегантропов на Еве нашел, на самом деле. И вот у него были, значит, гиганты-питеки, это вот прямо вообще огромные твари, да, там сильно древние. Потом мегантропы, это такие первые пятикантропы, но с огромными тоже челюстями потомки гигантопитеков. Ну вот потом уже, собственно, пятикантропы с более приличными лицами, потом синантропы, ну и дальше вот вплоть до современных китайцев. Вот, но сейчас мы понимаем, что это, конечно, фантазия. И гиганты-питеки – это резко уклоняющаяся ветка. Мегантропы, честно говоря, до сих пор никто не знает, никто не знает, кто эти такие были. Ну, скорее всего, просто очень действительно страшные пятикантропы, но к гигантопитекам отношений не имеющие. Ну вот, ну а пятикантропы, да, как бы, ну они наяве. И они тупиковая линия, которые ушли там в каких-то хоббитов, там вымерли и все там, черт что. Ну вот. А в Китае, да, своя вот эта ветка эволюции была. Ну вот, но есть вторая проблема в том, что потомки синантропов потом как-то обрываются. Потому что есть, да, синантропы там 200 тысяч лет назад, потом там еще немножко находок, ну как-то их все меньше-меньше. А между сотней тысяч лет назад и 50 тысячами лет назад в Китае дырка и ничего нету. А где-то даже там не 50, а 40 тысяч лет назад, да где-то от 40 и дальше появляются сайпиенсы. И уже такие чистенькие, готовенькие, красивые сайпиенсы, образцово-показательные. И получается, что вот эта китайская история, она без начала и без конца. То есть и предки откуда-то пришли вдруг, и потомки как-то часть вымерли, а потом некоторые, спустя еще там как минимум 50 тысяч лет, снова пришли, снова готовенькие, и снова со стороны. Китайцам эта идея очень не нравится, естественно. Ну вот, поэтому они стараются вот эти вот бреши хронологические игнорировать. И, ну, если про это речь заходит, то говорить, что, ну, просто не нашли. В принципе, хорошая отмазка, но всегда работает. Но все-таки это сомнительно, потому что игнорировать такие вещи в 20-е, 30-е годы было можно. А теперь-то у нас находок сильно много. И в самом Китае, да, и тем более-то у нас же не только антропология, еще и археология есть, но вот и в других местах. Есть же еще такой-нибудь там Вьетнам, Таиланд, та же самая Ява, Монголия. Ну, в Монголии там небогато, но тоже находки есть, да, там Сибирь, Средняя Азия. Ну, а там уже недалеко и до Ближнего Востока, и до Африки. Вот. И вот если мы так ширше-ширше будем заглядываться, то мы увидим, что вообще-то в Африке преемственность полная. То есть прямо вот от самых первых человекообразных, от каких-нибудь там проконсулов, до прямо-таки современного человека. Есть все. В какой-нибудь Индии есть какие-нибудь там сивопитеки, например, да. Ну, кстати, в Китае тоже аналоги есть. Какие-нибудь там Юанмуупитеки, там еще что-нибудь такое. Но это, по сути дела, ископаемые рунгутаны. Кстати, в свое время считались тоже предками, и китайцы их считали, ну, это, конечно, ерунда. Вот. Но они тоже появляются в готовом виде. Вот. А в Африке-то есть еще более древние, такие прям конкретные. И в Африке у нас есть вот эти самые проконсулы, кенеопитеки, накалепитеки, ранние австралопитеки, поздние австралопитеки, хабелисы, ранние эректусы, там, и все-все-все до сапиенсов. Вот. И вот вырисовывается, что кто-то из них дошел такие до Китая, вот, примерно там, около миллиона лет назад, дал свою эволюцию, в том числе и синантропов. Потом, соответственно, эта линия пресеклась. И тут нужно произнести страшное слово «денисовцы», но это совсем уже другая история. А потом из Африки вторым заходом пришли предки сапиенсов и дали, собственно, сапиенсов. Но китайцам это не нравится. Им хочется, чтобы у них была преемственность. Ну, а что касается синантропов, тут интрига еще, к тому же, сохраняется потому, и можно еще какие-то измышления огородить, что вся синантроповская коллекция была утеряна. Потому что раскапывали это в 30-е годы. И в 30-е годы началась Вторая мировая война. И Япония, ну, в Азии, да, это выразилось в том, что Япония напала на Китай. И войска японские уж со страшной силой уже приближались к месту раскопок. Франц Веденрейх со страшной скоростью наделал слепков, все очень успел. Он много успел, на удивление. То есть, по-моему, он даже и все сделал слепками. Причем идеального качества, такого, что вообще фантастического просто качества. И слепки успел переправить. Все отфотографировал. Часть сделал в виде рентгенов. Все описал. Часть уже успел даже издать. И сам свинтил в Америку. А оригиналы запаковывались долгоупорно. И отправлялись в Америку. И тут-то они растворились в пространстве. Никто не знает, куда они делись. То ли их разбомбили. То ли потеряли по дороге. То ли все-таки погрузили на корабль, но корабль потонул. То ли все-таки увезли в Америку, и где-то они там до сих пор. То ли спрятали еще в самом Китае, и до сих пор не нашли второй раз. То ли увезли в Японию японцы, и там, собственно, где-то хранят до сих пор, никому не показывают. Но никто реально не знает. Благо, как я уже упомянул, часть находок новых была сделана уже после войны. Но поскольку оригиналы пропали, то многие нюансы мы не знаем. То есть, например, мы до сих пор толком не можем доказать или опровергнуть, был ли каннибализм у синантропов. Вроде бы там были какие-то следы надрезок. Вроде бы некоторые кости были обожжены. Но это надо смотреть на оригиналах. Оригиналов нет. Насколько там были ли там преднамеренные какие-то захоронения, непреднамеренные, тоже мы теперь не знаем. Фауна все была потеряна. Ну, фауна еще более-менее была описана. На оленей они в основном охотились. Но тоже как бы все пропало. Орудия пропали. Но, между прочим, одно из орудий Мао Цзэдун потом подарил Сталину из новонайденных. И в музее землеведения МГУ на 33 этаже главного здания МГУ газошники там есть это рубило. Каждый может сходить посмотреть. Ну, туда там не вдруг зайдешь, потому что это все-таки МГУ, но можно при желании. Так что у нас в стране тоже есть оригинал, причем нифига себе. Оригинал рубило из желкого дяни. Но сами синантропы так вот и остались таким символом начала науки антропологии. С большим-большим количеством выходов в разные стороны. И про социальное устройство, про обретение огня, про матриархата и так далее. Но продолжение следовало. И теперь, уже спустя 100 лет в 21 веке, мы знаем про это гораздо-гораздо больше. Но до сих пор сомнения остаются. Но рассуждения на эту тему – это уже совсем другие истории. Оставляйте лайки, оставляйте комментарии, пишите, где хранятся черепа синантропов. И где вы точно знаете, они лежат. Подписывайтесь на телеграм-канал RTVI, там вы узнаете еще много-много всего интересного. Субтитры создавал DimaTorzok